И возвращаемся к главной теме последних минут, утверждению плана отвода тяжелых вооружений в Донбассе. Напомню, его уже подписал глава ЛНР Игорь Плотницкий и представитель украинских военных генерал-майор Александр Размазнин. Все подробности узнаем у нашего коллеги Виталия Арутиняна, он на прямой связи со студией. Виталий, в какие сроки и где планируется отводить вооружение? Здравствуйте. Если говорить о сроках, то отвод вооружения со стороны ЛНР уже идет. Начинается 18 февраля. Тяжелое вооружение, прежде всего, калибром свыше 100 мм, отводится от линии, указанной в этом меморандуме. Напомню, что согласно Минскому меморандуму, украинская сторона должна отводить тяжелую артиллерию от линии непосредственного соприкосновения. Не на данный момент, а Народные республики, это Луганская и Донецкая, должны отводить тяжелую технику, описанную в этом меморандуме. И такой план сегодня был подписан, принят обеими сторонами. Я предлагаю послушать, что это за план, и когда все-таки украинская сторона начнет отвод техники. И согласно вот этим участкам, районам и секторов будет отводиться вооружение и осуществляться контроль. Поэтапно, последовательно будет осуществляться одновременный отвод. Сначала на линию отвод тяжелых вооружений свыше 100 мм, она отображена у нас на карте черным цветом. Далее выше 70 км и свыше 140 км. Все эти линии отвода тяжелых вооружений согласованы, определены. Могу еще раз подтвердить заинтересованность всех сторон. Ну, как вы слышали, отвод тяжелых вооружений будет проводиться в три этапа. В первую очередь, повторюсь, будет отводиться тяжелое вооружение калибром свыше 100 мм. И Луганская Народная Республика это уже делает, повторюсь, начиная с 18 февраля, а теперь, что называется, ход за украинской стороной. Но, если говорить в целом о ситуации на линии соприкосновения, то у нас есть видео, вы можете сейчас это увидеть, в районе Дебальцево, где проходили последние дни ожесточенные бои, очень много брошенной украинской военной техники. Сейчас там ведется разминирование территорий. Указ об этом военным дал глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Также он распорядился выявлять дивизионно-разведгруппы, которые находятся сейчас в районе Дебальцево. Там силы Луганской Народной Республики должны с ними бороться. И также Игорь Плотницкий подтвердил со своей стороны, что будет сделано все для того, чтобы отвод тяжелого вооружения состоялся и контролировался как с украинской, так и с стороны республики. Предлагаю послушать Игоря Плотницкого. Мы начали отвод тяжелой техники и вооружения еще 18-го числа. Мы всегда придерживались и придерживаемся тех договоренностей, которые мы подписали. Ни разу его не нарушали. И уверен, у нас не будет повода нарушить его и впредь. Мы доверяем именно офицерам Российской Федерации, офицерам Вооруженных Сил Украины, которые берут на себя ответственность по соблюдению и разграничению этой линии. В целом режим прекращения огня здесь соблюдается. В Луганске неслышные взрывы. И надо сказать, что местные жители сейчас потихонечку возвращаются к мирной и нормальной жизни. И вот сегодня был такой жест доброй воли со стороны ополчения Луганской Народной Республики. Дело в том, что под Дебальцево до сих пор продолжают находить раненых украинских военных. Так вот, буквально накануне силы ополчения нашли в лесопосадке недалеко от Дебальцево раненого сержанта украинских вооруженных сил. Он пролежал там больше трех суток. Его нашли, оказали ему первую необходимую помощь. Привезли в больницу Луганска. Здесь также оказали помощь. И сегодня на одном из блокпостов его передали украинской стороне. Вот такой вот жест доброй воли был со стороны Луганской Народной Республики. Повторюсь, здесь мирная жизнь начинает налаживаться. Вот такая вот информация на данный момент отсюда, с Луганска. Спасибо, Виталий. На прямой связи был наш специальный корреспондент Виталий Арутинян. Продолжение следует...